Здравствуйте, дорогие труженики села! Сегодня, 18 октября, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Крымский мост стал новым аргументом против зерновой сделки, а зимой сев задерживается, россияне готовы экономить даже на еде. Эти и другие новости далее в выпуске. Сегодня ТОП Агробук выходит при поддержке компании «Эрзе Агро Семена». В последние две недели во многих регионах России установилась дождливая погода. Она мешает как севу озимых, так и уборке поздних культур. Например, у нас в Ростовской области поздние зерновые были убраны только на треть, тогда как в прошлом году на эту же дату было обмолочено больше половины площадей. Урожайность культур отнюдь не рекордная – 29 центнеров с гектара против 35,2 центнера с гектара в прошлом году. Кроме того, на Дону в полях остается еще около 30% урожая масличных культур. И урожайность, согласно данным регионального Минцельхоза, почти на 2 центнера с гектара ниже прошлогодней. Нас смотрят разные регионы страны, поэтому мы просим, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как обстоят дела с погодой и уборкой у вас. А мы пока перейдем к озимому севу. Он значительно отстает от прошлогоднего по темпам. Неделю назад Минцельхоз России объявил, что озимые зерновые посеяны на площади чуть больше 13 миллионов гектаров, и это на 700 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. А вот, согласно более свежим данным Совэкона, сев отстает уже на 800 тысяч гектаров, посеяно 13,8 миллиона гектаров против 14,6 миллиона гектаров в прошлом году. Особенно значительное отставание наметилось в центре России, где под конец оптимальных сроков недосев составлял свыше миллиона гектаров. Причина – дожди и переувлажнение почвы. Режим ЧС был введен в Белгородской, Липецкой, Орловской областях, 25 районах Рязанской области, а также его собирались ввести в Курской области, где сев выполнен лишь на 54%, и львиная доля урожая поздних культур все еще ждет под открытым небом уборки. На юге России по севу ситуация более благополучная. В Ростовской области план выполнен на 77%, в Ставропольском крае на 74%, в Краснодарском крае на 54%. Но погода пока позволяет работать в поле, поэтому надежды на преодоление недосева есть. Сельхозпроизводителям, которые еще подбирают сорта, компания «Эрзе Агросемена» предлагает лучшие семена сортов озимой пшеницы кубанской селекции – Алексеич, Тимирязевка 150, Лауреат, Гром, Таня, Юка, Граф, Классика, Кавалерка, Сабербаш, а также Тритикали Илья. Кроме того, «Эрзе Агросемена» предлагает семена льна масличного, сорт в НИМК 620, крупноплодного нута «Триумф», гороха «Саламанка», «Мадонна» и «Клеопатра», а также семена «Сой» и «Скульптор». Компания гарантирует высокое качество семян и предпосевной обработки, подтвержденное сертификатами. Все семена произведены на собственном семенном заводе и находятся в хуторе Донском Зерноградского района Ростовской области. По вопросам приобретения семян обращайтесь по телефонам, указанным на экране. У российской стороны появился еще один аргумент не продлевать зерновую сделку, которая была заключена 22 июля. Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. ФСБ России и Следственный комитет начали расследование, в ходе которого выдвинули версию, что взрывчатку для теракта перевезли по морю, причем на судне, которая вышла из порта Одессы в рамках зерновой сделки. После этого Владимир Путин заявил, что работа гуманитарного коридора будет поставлена под большой вопрос, если окажется, что его используют для подготовки терактов. А если коридор закроют, то цены на пшеницу, вероятно, снова рванут вверх. По словам министра сельского хозяйства Турции Бахита Киришчи, сделка, которая была подписана 22 июля, снизила цены на зерно с 450 до 330 долларов за тонну. Если гуманитарный коридор закроется после 19 ноября, когда прекращает действие сделка, зерно снова подорожает. Впрочем, это не единственный фактор, который может поддержать рынок. Следует учитывать отставание зимого сева в России, неблагоприятные условия для сева в США, засуху в Аргентине, а также сильные дожди и наводнения в Австралии, где скоро начнется сбор урожая. Пока же цены на биржах нерешительно колеблются. Европейская пшеница сегодня стоит 348,5 евро за тонну. Российская продается за рубеж по цене 325 долларов за тонну ФОП с поставкой в мире, сообщает аналитический центр Русагротранса. По данным Савэкона, цены на пшеницу из РФ варьируются от 326 до 330 долларов за тонну ФОП, а европейская пшеница стоит почти 353 доллара. Если на мировом рынке заметно хоть какое-то движение, то внутри России ситуацию можно описать как практически полный штиль. Цены, которые озвучивают аналитики, несколько разнятся. Так, по данным Савэкона, в глубоководных портах пшеница закупается по цене 14400-14800 рублей за тонну. Данные Русагротранса от 15000 до 15200 рублей за тонну без НДС. Средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке, по данным аналитиков, колеблется от 12500 до почти 13000 рублей. Но не нужно забывать, что чем дальше от порта находится регион, тем ниже цена на мукомольную пшеницу. Аналитики возлагали большие надежды на экспорт пшеницы в октябре, но похоже, что ожидания не оправдаются. И Русагротранс и Икар снижают прогнозы с 4,5 миллиона тонн до 4,2 миллиона 4 миллиона 300 тысяч тонн. Отправку зерноморем тормозит погода, спрос Египта и Пакистана сократился из-за недостатка средств, а Турция активно покупает украинское зерно. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злачевского, с начала сезона экспорт зерна в целом сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил 16 миллионов 800 тысяч тонн. На этом фоне несколько наивно смотрятся споры в правительстве о том, надо или не надо в феврале вводить квоту на экспорт зерна. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что квота может быть отменена для второй половины сезона. Союз экспортеров зерна предложил квоту все-таки сохранить в объеме 25 миллионов тонн. Аналитики же считают, что квота должна составлять не менее 30 миллионов тонн, а лучше, чтобы ее вообще не было. Хотя совершенно очевидно, что даже без квот в России останутся рекордные переходящие запасы пшеницы, которые будут давить и давить на рынок. Кроме того, увеличивается и экспортная пошлина. С 19 октября ставка для пшеницы вырастет в полтора раза с почти двух до почти трех тысяч рублей. Аналогичная динамика и по ячменю. Пошлина на кукурузу снизится на 22%. Надежды на ослабление рубля, которые могут поддержать внутренние цены, пока остаются слабыми. В прошлый вторник доллар подорожал почти до 65 рублей, но удержался на этой высоте недолго. Минэкономики считают, что невзвешенный курс доллара в текущем году составит 68 рублей, а его ослабление до 72 рублей ожидается только в 2025 году. Тот факт, что пшеница в России чересчур подешевела, похоже, стали осознавать и в правительстве. На всероссийском форуме пекарей первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что не исключает возможности расширить меры поддержки аграриев. Она признала, что сейчас, цитата, идет перекос в сторону потребителей зерна и теперь необходимо помочь производителям зерна. Лут упомянула о закупках в интервенционный фонд, которые, кстати, не проводятся на юге России, а также про субсидию на зерно по 2000 рублей на тонну, о чем мы рассказывали в прошлом выпуске. Впрочем, и о масличных в правительстве не забыли. Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, регионы получат 4,8 миллиарда рублей на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника и льна. Правда, финансирование получат всего 43 региона, и Ростовской области, например, в списке не оказалось. Когда вы получите господдержку, не забудьте поделиться в комментариях, каков же был размер субсидий в вашем регионе. Глядя на прайс-листы трейдеров, кое-кто из аграриев может в сердцах сказать, да лучше я свое зерно свиньям скормлю. Но, судя по данным, которые приводит Национальный Союз свиноводов, сейчас это не самый рациональный способ распорядиться урожаем. Контрактные цены на полутуши свиньи опустились ниже уровня 2020 года и составляют 159 рублей за килограмм. Это на 6,7% ниже, чем в прошлом году. Стоимость живых свиней за год снизилась на 5,7% до 119 рублей за килограмм. По словам главы Союза Юрия Ковалева, падение цен на свинину было ожидаемо. Производство этого мяса за год выросло на 7-8% за счет ввода новых свинокомплексов, а также за счет того, что старые восстановились после вспышек АЧС. Перепроизводство на внутреннем рынке мог бы сгладить активный экспорт свинины, но и здесь сильный рубль навредил. С аналогичными проблемами сталкиваются сегодня и птицефабрики. Стушку цыпленка оптом приходится продавать по 138-146 рублей за килограмм. Сегодня для всей пищевой отрасли главной проблемой становится потенциал внутреннего потребления. Этой теме много внимания уделили спикеры выставки Агропродмаш 2022 в Москве. По данным исследования РАМИР, 44% россиян почувствовали, что их материальное положение ухудшилось. 49% ожидают, что оно еще больше ухудшится в будущем. 51% населения не имеет сбережений. У четверти опрошенных сбережений хватит лишь на ближайшие три месяца. Россияне в первую очередь будут, конечно, отказываться от дорогих покупок, развлечений и питания вне дома. Но при этом 23% сократят траты даже на продукты питания и товары первой необходимости. 70% россиян ради экономии семейного бюджета покупают только продукты по акциям. Больше половины отказываются от дорогой еды и переходят на более дешевые марки, в том числе те, что продаются под собственными торговыми марками ритейла. В топ продуктов, на которые россияне сократили траты, попали кондитерские изделия, готовая еда, шоколад и мясо. Это все исследования Рамира. А вот компания Нельсон отдельно прошлась по молочной продукции. Россияне сократили потребление во всех категориях, кроме пастеризованного молока. Наибольшее падение в сегменте йогуртов, молочных и творожных десертов. И вот что особенно интересно. Если мерить в рублях, продажи молочки выросли почти на 14%, а в натуральном выражении упали на 4%. По данным аналитиков Dairy New, средняя закупочная цена на молоко составляет 35 рублей 27 копеек за килограмм. Без НДС жир 3,6%, белок 3%. К концу года аналитики ожидают повышение цены до 35,5 рубля. Это индекс для России. По данным Центра изучения молочного рынка за год индекс вырос на 16,4%. Это вроде бы хорошая новость, но, например, в Краснодарском крае, по данным информационно-консультационного центра, молоко у ЛПХ принимают по цене 27 рублей за килограмм. В общем, все это довольно печальные новости для рынка, особенно для фермеров, которые относятся к категории «сам вырастил, сам переработал», потому что их продукция, как правило, не может тягаться по цене с собственными торговыми марками сетей или просто с крупными холдингами. Впрочем, исследования Рамира подсказывают, что шанс у мелких переработчиков все-таки есть. Для третьей, а то и для 40% россиян, вкусная еда является одним из способов борьбы со стрессом. Причем это самый популярный ответ после вариантов провести время с друзьями, погулять на свежем воздухе и провести время с животными. Так что настоящий вкусный фермерский продукт, а возможно и агротуризм, останутся в числе доходных предприятий на селе. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами, ставите лайки и мы с нетерпением ждем ваших комментариев. Расскажите, как идет уборка поздних культур и чего ждете. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok